Автобус «Здоровье» – название условное для выездной акции. Ехать приходится на внедорожниках. По экстремальной горной дороге пройдет далеко не любой транспорт. Но даже такая поездка для сотрудников Адлерской поликлиники – дело привычное. В отдаленных селах района бригада бывает регулярно. Село Аибга расположено в приграничной зоне на высоте 840 метров над уровнем моря. Только в одну сторону путь занимает более двух часов. Но откладывать нельзя. Пока дорога не размыта и не засыпана снегом, нужно успеть. Местные жители ждут. Понимают, что осенний профилактический осмотр гарантирует им спокойную зиму. В составе мобильной бригады работают терапевт, хирург, лор, невролог, а также специалисты ультразвуковой и функциональной диагностики. Кроме того, всем желающим предлагают сдать экспресс-анализ на уровень глюкозы и холестерина. Сегодня было принято 23 человека. У 3-4 было повышение уровня холестерина. В одном случае человек лекарства не принимал. То есть ему было назначено, но он принимал его неправильно. И уже были сделаны назначения, даны рекомендации тем, у кого впервые было повышение уровня холестерина. С повышенным уровнем глюкозы сегодня не было никого. То есть все нехорошо обошлось. В Аибге постоянно проживают около 40 человек. Все они занимаются домашним хозяйством. Разводят пчел, выращивают скот. Тем и живут. В город, как сами говорят, спускаются редко. Только за тем, что вырастить или изготовить не могут. С сахаром, солью, крупой, мукой и спичками. Лекарства тоже входят в список самого необходимого. Но в последнее время, говорят, с этим стало проще. Самые важные препараты врачи оставляют в главной сельской аптечке. За нее ответственна Зоя Тобикова. Ее мужа несколько лет назад во время подобного профосмотра Лор направил к онкологу. В результате вовремя сделали операцию. Вот если бы они не приезжали, вовремя бы мы не кинулись и, может быть, был бы и рак. А благодаря того, что они приезжают весной и осенью, они берут кровь, они делают УЗИ, они делают давление, меряют, они делают кардиограмму. Все, что возможно, все делается бесплатно. Бесплатно и очень удобно. В считанные минуты можно сдать кровь, пообщаться с профильными специалистами, сделать УЗИ и ЭКГ. Подобная выездная практика уже показала свою эффективность. Вовремя выявленные патологии помогали предотвращать серьезные заболевания. А в некоторых случаях даже удавалось спасти пациентам жизнь. В одном их сел Адлерского района пациент пришел с жалобами, что со вчерашнего дня чувствует какой-то дискомфорт за грудиной. Провели ЭКГ, вызвали скорую помощь. И с инфарктом пациент был доставлен в нашу четвертую городскую больницу, где ему оказали всю необходимую специализированную помощь. Пациент сейчас чувствует себя замечательно, приходит к нам на профилактические осмотры. Если бы этот пациент в течение суток не попал к врачу, все могло бы закончиться намного печальнее. Он мог бы продолжать дальше заниматься какой-то домашней работой, физическую нагрузку. И, конечно, уже скорая могла бы не успеть. Но именно вовремя выявленное такое состояние и помогло спасти ему жизнь. В следующий раз автобус здоровья приедет в АИБГ уже по весне. В ближайшие месяцы врачи будут консультировать пациентов по телефону. Неприятных сюрпризов не ожидают. Обследование показало, что в целом здоровье жителей села на уровне. Во всяком случае, серьезных обострений не прогнозируется. А зимой это могло бы быть опасно. Сообщение поселка с внешним миром в этот период возможно только с помощью вертолетов.